В Кировске вошли в активную стадию работы по реализации комплекса профилактических мер, направленных на предотвращение несчастных случаев и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в зимний период. Речь идет о лавинной безопасности населения и гостей города и противоловинных мерах воздействия. Речь идет о лавинной опасности. За своевременное изготовление которых также отвечают власти города. Предусмотрен список мер, которые направлены конкретно на информирование туристов. Доводится информация о необходимости регистрации в обязательном порядке туристов, туристических групп в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России. Данная информация размещается и информируется в средствах массовой информации, на информационном, электронном городском таблу, а также, конечно же, в сети интернет. Разрабатываются администрации, также распространяются среди туристов различные буклеты, памятки о поведении в горах. Между тем, противоловинная служба приступила к работам по непосредственному воздействию на очаги возникновения лавин. В среду вечером в местных СМИ и на интернет-порталах прошло оповещение о предстоящем проведении в микрорайоне Кукисвумчор работ по воздействию на снежный покров путем взрыва в лавинных очагах на склоне горы Юкспор. В четверг утром жители микрорайона получили на свои мобильные устройства СМС-сообщение от спасцентра МЧС России. На тот момент дороги, попадающие в лавинную зону, были уже перекрыты. Специалистами МЧС велось дежурство по недопущению нахождения людей в опасной зоне. Но, несмотря на принятые меры, работы по принудительному спуску лавины не были доведены до конца. На сегодня были запланированы работы по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах 22 и 23 горы Юкспор. По ряду причин эти работы были отменены. Случаи отмены работ по активному воздействию были и раньше. То есть это достаточно штатная ситуация. То есть мы должны понимать, что погода в условиях севера капризная, изменчивая. Особенно в условиях горных. Потому что, как мы сегодня даже видели, на одной горе была отличная видимость, на другой горе, где мы должны были производить работу, видимости не стало. В условиях плохой видимости такие работы проводить запрещено. Но специалисты заверили, что на данном склоне ситуация не критическая. В целом, по массиву Хибинских гор на данном этапе лавинная опасность сохраняется в пределах тройки по пятибальной шкале. При нахождении вблизи лавина опасных склонов рекомендуется проявлять осторожность. Ни в коем случае не игнорировать предупреждения и требований при оповещениях. Продолжение следует... Продолжение следует...